Всем привет, ребята, с вами ЧНТВ, смотрите проект Аферисты в сетях. Не забывайте ставить лайки и комментарии, потому что именно вы решаете, как часто выходят ролики. А сегодняшний выпуск, поверьте, вам точно понравится. Меньше слов ближе к делу. Поехали! Ребята, подписывайтесь на мой лайв-канал ЧНТВ Лайв. Там вы сможете увидеть то, чего никогда не будет на этом канале. Личная жизнь, интересные встречи, отдых и море качественного контента. Говорят, если подписаться, то ты станешь богаче. Поддержи меня, и удача тебе точно улыбнется. Ссылка в описании. А мы продолжаем. Что может позволить себе крутой директор сети спа-салонов? Михаил, здравствуйте. Да. Кристина. Можно сразу на «ты»? Прямо на первом свидании. Давайте. Михаил, он написав Кристине Першин. Клюнув на их гламурную анкету. Он написал первым. Так девушка нужна вам и салону. Вот такие мне как раз и нужны, чтобы умная и красивая. Ты мне самому нравишься, но пока хочу поговорить про работу. Просто я совладелец крупной сети салонов красоты. Ты понимаешь, есть вакантное место на арт-директора. Но у меня нету соответствующего образования. Кристики киевских спа-салоней, который шукает девушину арт-директора в один из них. Да. 15 кусков времени. Та тут же главное, чтобы сотрудник был красивый. Главное. Господи, да, согласен. С арфографией все плохо. Хотя типа как бы владелец. Я попридержу. Боже мой, это место для тебя. Но комент. На фото Михайло действительно на крутих авто. У пристойному костюм. И уже через два дни переписки Михайло покликав Кристину на співбесіду. Через два дня давай встретимся. За полчаса до закрытия. Михайло тягнув до останнього. И лишь за дві години до встречи сказал, куда ехать. И за два часа до встречи сказал, куда ехать. Могли сформулили у цей салон, чтобы дізнатись головне. Звонок в салон. Здравствуйте. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, у меня подруги приезжают из Германии. Мне очень советовали ваш спа-салон. Но у них такой вопросик. А есть ли у вас в спа-салоне камеры наблюдения? Потому как у них был прецедент, у них сумочку украли. Это важно. Да, есть. О, это замечательно. А скажите, просто они хотят полный спектр услуг заказать. И, соответственно, во всех кабинетах быть. А у вас везде камеры наблюдения? В каждом кабинете, кроме души, туалета. Всего хорошего. До свидания. Проверили, что из камеры у нас будет. День встречи. Суббота 20.00. Михайло чекает на Кристину о 21.30. Попереду найнестандартнейшая встреча. Нечна. Тому мы готуемся. Начная встреча. На Кристине сегодня. Камера у сумочи, микрофон та підслужка у вуси. Раз, раз. Ну, оборудовали ее. Впервые работаем в темное время суток. Это создает дополнительный стрём. Плюс СПА-салон частная собственность. Туда посторонним просто так не зайти. И группе придется ждать только снаружи. А вот что ждет меня внутри, я не знаю. Ну все, пошло. Ну что, ребята. Под самое закрытие идет. 21.25. И я в 10 шагах от двери СПА-салона. Со мной скрытая камера в сумочке. Группа за углом в машинах. Итак, сейчас я познакомлюсь с директором Михаилом. Михаил. Здравствуйте. Да. Кристина. Можно сразу на «ты». Как доехала? Спасибо, хорошо. Пошли, пошли я покажу. Бежишься. Смотри, вот тут у нас, можно сказать, мои апартаменты. А почему на ресепшене никого? Заходи, смотри. Вау. Вот это, можно сказать, центральная комната. Диванчики. Итальянские специально с Италии. Очень красивые, правда. Первое, что меня замечает, салон пуст, не души. Даже отдаленных голосов не слышно. Второе, у крутого директора сети СПА-салонов очень дорогой костюм и очень дешевые туфли из потрескавшегося дермантина. Это зона, я так понимаю, ожидания. Мне надо будет вот здесь, получается, им предлагать кофе, чай, пирожные. Нет, для этого у нас есть другие люди. Тебе надо быть просто звездочек. И всех, ну как, божествовлять. Вот, красотой своей радует. Хорошая должность такая. Я не понимаю, он меня на работу берет или замолаживает? Или в должность входит и то, и это? И что это за речь такая? Божествовлять? Ну знаю, обожествлять. Ну, боготворить. Но божествовлять? Но Михаил продолжает нахваливать свой салон. Что кого центрирует? Что за бред? Он как будто долго подбирает слова. Несет какую-то ересь. Он с головой проблемы. Кто он и чего он хочет? Ты очень хорошо смотришься на танцевой. Да, он меня не полнит. Нет, и что? Я, извините, немножко нервничаю. У меня впервые такое собеседование. Вру, нервничаю я совсем не поэтому. А потому что собеседование совсем не похоже на собеседование. Да, да. Он какой-то странный. То ли накуренный, то ли, ну не знаю. А в салоне я уже уверена, точно нет ни души. Но я должна придерживаться образа девочки, которая очень заинтересована в работе, чтобы понять, к чему же все идет. А Михаил продолжает экскурсию по салону. Что тебе еще? Вот тут туалет. Туалет не хочет. Правильно, правильно. Хорошая дядь себя дома несет. Что он несет? Какой туалет на собеседовании? Он что ли точно под кайфом? А здесь у нас кабинетик. Ага, кровать. Неужели классика жанра? И сейчас он мне проведет собеседование с пристрастием на ней. Кровать, можно сказать, очень расслабляющая. Рекомендую даже лечь. Ложись, серьезно. Нагло, просто дернул за руку. И на каблуках не успела устоять. И что же дальше? В этой комнате как раз расслабляются люди. Обычно парами встречаются расслабляющие запахи. О, знал бы ты, Михаил, как меня сейчас напрягает эта комната. Одно твое лишнее движение я сразу врежу и драпану к выходу. Но мы культурно полежали, посмотрели узор на потолке и культурно даже ручку подал встали. Кстати, картинка классная. Это мне один хороший гость подарил. Картинка с сиськами. Зачем он на нее сакцентировал? Тем более, если на кровати вел себя как монахиня. Похоже на эмоциональную раскачку. То хороший, то плохой. Чтобы сбить с толку. Да и собеседование больше похоже на простое шастание по салону. Никаких тонкостей работы он мне так и не назвал. Ух ты. Здесь, наверное, здесь, смотри. Здесь вот холодно. О, там жарко, там не интересно. А вот тут столик обслуживающий. Как раз вот в утром и тепло. О, правда тепло. Урву, летку вижу. Ложись. Ложись. Реально, как-то баба пришла на собеседование, на работу. А мужик вообще на директора никак не похож. Первое правило. Если мы возле воды, камеру держать подальше от нее. Ставлю сумочку на лежак. И контролирую, чтобы Михаил ненароком не сдвинул. Ложись на подушечку, как раз она мягенькая. Да что же он меня все время норовит уложить? Что это за собеседование в лежачем состоянии? Или так ему лучше видно мою квалификацию? Никак. Очень тепло. Так и лысенько. Так и лысенько. Вот странная у него речь. И кстати, а почему он у меня ничего не спрашивает, как у кандидата на вакансию? Или дело не в вакансии? Это мне, получается, надо будет предлагать вот эту процедуру. А как она называется? Все понятно, ребята, да? То есть дальше уже объяснять не стоит. Помаза будет шоколадом. Что? Директор сети спа-салонов не знает названия процедур? Осторожно, здесь скользко. А дальше все произошло мгновенно. Кто-то реально это ожидал. Он взял и оттолкнул. Обалдеть, что это было? И главное, зачем? Утопить? Нет. Испугать? Так незачем. Что же затеял этот странный Михаил? Извини, случайно подскользнулся. Сейчас можно страховать. Любопытно, если случайно подскользнулся, то почему халатик заранее подготовлен? Прямо в метре от бассейна. Надо прохладненько. Надо оттепать. Извини, ты можешь выйти? Ладно, на халатик. Я буду там. Хорошо. Переодеться потерпеть. Сейчас надо понять, что делать. Ведь под слушкой микрофон утоплены и связи с группой нет. Звук есть только на камере в сумочке, но его группа не слышит. Одна надежда, что тут ловит телефон. Фух, ловит. Говорить по телефону не могу. Тут такое эхо и тишина, что слышно каждый звук. Так что быстро пишу группе СМС. Это ну микрофон и подслужка. Я наберу тебя на тело и оставлю висеть. Слушайте хотя бы так. Будьте готовы, ждите щука. Я очень быстро переодеваюсь, чтобы Михаил ничего не заподозрил. А он уже нервничает. Ну что, там уже все? Да, только мне бы обдуться во что-то, а я босиком. Да что ж такое, я никак не могу собраться с мыслями. Слишком неожиданный поворот событий. Я впервые без подслужки в ухе и без связи с группой. Хорошо хоть камеру отдох. И про камеру в сумке забыла. Вот я явно не в форме. Надо выдохнуть и успокоиться. Ну, лучше, чем ничего. Итак, что же дальше? Еще раз извини, ну, по-скользски там все-таки пытаюсь этим хоровцам сказать, что в кафе не было. А ты в калате? Вот у кого, ребята, какие вообще предположения? В чем будет вообще махинация? В чем афера? Вот давайте вот напишем в комментариях, пока вот я, честно, вообще не знаю. Ни капли, в чем он будет ее обманывать. Хочет развести на секс? Ну, как-то странно. На деньги? Ну, тоже пока непонятно. Про деньги не было ни слова. Какие у вас вообще догадки? Написали в комментариях? Продолжаем. Хорошо выглядишь. Да. Тебе даже хватило лучше. Позволь мне загладить свою, ну, вину. Так, надо побыстрее найти предлог, взять телефон, набрать Вову и оставить висеть. И положить поближе к себе, чтобы группа лучше слышала. Греческая комната. Неожиданно. Вот теперь мне пора напрягаться по полной. Сейчас главное поставить камеру. Я сюда можно поставлю сумочку? Да, да, да. Ставь, я пока не понят. Ключу. Так, ну все понятно. Собеседование таки через постель. Но непонятно теперь, как отсюда выбираться. Ведь я без подслужки и обратной связи с группой нет. Я не знаю, смогут ли они прийти мне на помощь. Честно, я просто неожиданно. То есть чувак просто чисто переспать захотел? Позволни просто свою вину загладить, вот. Да нет, теперь понимаю, что знал и уронил специально, чтобы оправданно переодеть меня в халатик. Но отпустишь ли ты меня, не добившись постели? Вот сейчас главное набрать группу, чтобы они все слышали хотя бы через телефон. И так группа висит на телефоне и все слышит. А я, если честно, нервничаю. Ведь если Михаил действительно под кайфом, он может быть непредсказуем. Что это? Марка. Мазда и Инфинити. Хорошо. Мы пойдем в салон. Возьмем кидем. Что? Инфинити. Видите, как он пристально ждет моей реакции? Банальная бла-бла для корыстных девочек. И дальше уже им решать, спать с директором сети салона в ради Инфинити или нет. Но мне-то надо отсюда уносить ноги. Я просто думаю, ну мне же надо как-то уже за мной собирать. У меня платье многое. Ходи, надо называть это за беседование. Тебе не холодно? Ты всегда... Ты всегда живешь. Я сам. Все, ребят, пошло. Он резко перешел в наступление. Надо уходить немедленно. Группа только ждет кодовое слово «Щука». А как проникнуть в закрытое помещение, мы продумали заранее. Надеюсь, сработает. Слушай, Миш, ну, я бы просто уже правда забирала платьичко, да. Я, может, завтра подъеду, так как бы уже... Завтра заберешь платьица. А ну, высунет как раз. Чувак, я уеду домой. Так ты здесь останешься? Да. То есть нет, ребята, никакого развода на деньги. Чисто банальный развод на секс. Ну все, намеки закончились. Но ведь явно были и те, кто, как и я, захочет уйти. Даст ли он уйти? Куда ты уйдешь? Что ты меня пускаешь? Миша, ты меня не так понял. Я не буду оставаться. Ты меня, видать, не так понял. Что ты выделываешься? Призывай меня, пожалуйста, такси. Я не выделываюсь. Миша, ты убери руки. А чего это все нормально? Я тебе сделаю директором, машином. Я не каким директором делаю? Это, подожди. Директор, ты что, вообще хренел? Что, не поняла, к кому ты пришла, сяк? Ты думаешь, это все бесплатно, просто так? За дело надо, за дело. Я тебе директором ставлю, будешь работать. Так, Миша не отстанет. Наверное, уже распалился и очень хочет получить то, на что рассчитывал. Сила, я его не перепрут. Тут надо хитростью. Моя задача спуститься к входной двери. Она наверняка закрыта, но это мы подумали. Слушай, я, наверное, плохая актриса. Я просто хотела поиграть в... Наш, хотела, знаешь, завести тебя. Слушай, я только, пожалуйста, на две секундочки дам сколько у нас. Ну, знаешь, там, поженщики... Ага, уверен, что птичка в клетке и никуда не денется с подводной лодки. Прекрасно. Теперь главное, чтобы группа услышала через телефон команду. Пару секунд. Я только сейчас хвалю. Щука. Мне очень повезло, что туалет на первом этаже. Рано или поздно Михаил сюда спустится, если я надолго задержусь. А я сразу бегу к входной двери, но она таки закрыта. А через стекло я вижу, что у группы что-то не так. Что-то потерялось. Да сейчас. Давайте, давайте. Давайте. Но у группы какая-то заминка, и я их не слышу. Но вижу, что план не срабатывает. Михаил может спуститься в любой момент. Ну, давайте. И он спустился, да? Фу, сработало. Слышно на весь квартал. Но как отреагирует Михаил? Да, сиреной мы его успешно выманили. Но самое интересное нас ждало впереди. Миша, это такое у тебя собеседование, да? То есть ты считаешь, что ты крутой, богатый чувак, значит, можно себе все позволять? А что я сделал? Вова, вызывайте милицию. Мы хотели всего лишь припугнуть Борзова Михаила милицией. А он испугался по-настоящему. И просто ошарашил нас. Я пошутил неудачно. Драк, он бывает с кем. Я просто охранник. То есть работаю. Мы даже делаем. Охранник. То есть ты здесь работаешь охранником? Да. Капец. Дебил, ну бывает. Охранника скучно стало. Он неправильно пошутил. А шутник Михаил оказался по бэджику охранника и не Михаилом даже. Охранник, Миша, ты Рома. Ну да. Особенно после того, как он им пообещает машину и хорошую должность. Мы будем в обслуживание. Мы выгнём тебя. И мы ещё не будем. Банальный развод на банальный секс на одну ночь. И в бассейн ронял продуманно. Во-первых, дама сразу оказывалась раздетой и прикрытой всего лишь халатиком. Во-вторых, был повод загладить вину шампанским под шумок. Но самое интересное, что для встречи он одевал выходной костюм шефа, который брал в его личном кабинете. А я в шоке, но ещё и костюм шефа одевал. Ключи имел от всех дверей. А вот в туфли босса, видать, не влазил. Поэтому меня так и удивили его заношенные красопеты на ногах. Сдать Рому в милицию мы не имели оснований. Там вещи надо позабирать. Не знаю, мы правильно вообще здесь шуму упустили? А что с ним делать? Пусть поляну нам выстоит. Да, по сути, вся вина Ромы в том, что он прикидывался директором. Кстати, фотки в анкете с тачками. Это машины клиентов, возле которых Рома просто постоял. И на псевдо-собеседовании он просто предлагал девочкам выбор. И решали они сами, давать директору или не давать. А наутро изобретательный охранник снимал костюм шефа, удалял видео с камер наблюдения и спокойно сдавал пост. Кстати, раскусить таких всё же возможно, ведь его косноязычная речь выдавала в нём совсем не директора. И всех, ну как, божеусловно. Хотя по ночам он действительно хозяин этого салона. Блин. Вот такой вот у нас директор салона. Я надеюсь, что вам эти ролики нравятся. Вы поставите лайк, напишите комментарий. Я буду чаще для вас выпускать ролики. Это был Андрей Чент. И до скорой встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!